вы ждали этого три года и вот это случилось гайд на лейлу мур привет друг ты слышишь зверько и наконец-то разработчики сделали из лейлы героя которым интересно играть и даже прожимает навыки но это вдобавок еще убойная мощь с огромным уроном в минуту ты наверное думаешь так лейла же простой персонаж естественно все просто ее переработали а у меня нет гайда на нее и рафу поэтому держи гайдец навыки на этот раз пропускаем однако хочу заметить разработчики подошли комплексно и навыки хорошо гармонируют друг с другом их применение разберем в тактике но прежде чем перейдем к подробностям представлю спонсора видео вдруг mobile legends появился новый официальный партнер по продаже игровой валюты smile one в этом магазине ты можешь купить алмазы дешевле чем они стоят в игре больше вариантов пополнения и даже не нужно регистрироваться заполняешь пункты с игром айди и сервером выбираешь сумму и оплачиваешь готова на твой счет придут чистые алмазы я лично узнавал у администраторов чтобы приобрести алмазы переходи по моей ссылке в описании и вот же неожиданность лейли подходят эмблемы стрелка лично я предпочел увеличить шанс крита и урон открыто здесь можно выделить два перка увеличение урона от оружия и второй перк ускорение с самоизвлечением я предпочел как раз второй с ним на старте стоит легче и порой догнать рывком удирающего противника тоже можно дополнительный навык вспышка или любой который тебе привычнее тут дело комфорта и вашей пати сборка и вот тут я провел короткое исследование ряд тестов чтобы выявить удельный урон от оружия в минуту более подробно расскажу в отдельном видео мл фактов короче сборка составлена из максимально полезных предметов однако любой предмет легко заменяем поскольку я считаю что основная задача адека это нейтрализация танков и жирных бойцов в начале игры и дезинтеграция всего живого в конце то меч охотника на демонов идеально подходит дает и скорострельность стрельбы и исцеление вдобавок находится на пятом месте из 16 по урону притом по урону по тонким целям если же стрелять в толстяка типа франка в жир то урон вырастает невероятно при осторожной игре первый предмет выфармливается не отходя за отхилом это позволяет взять тапки сапоги спешки скорострельность самая полезная для лейлы а далее начинаются варианты именно тут я рекомендую собрать трезубец если у противника есть хилос руби эстас или любой другой герой с диким самоотхилом лейла которая считает что в ее сборке нет места трезубцу считается предателем и побитию камнями даже если есть в команде поддержка с антихилом поддержка не всегда рядом она может наносить статус другому персонажу а нужно чтобы именно твоя цель не исцелялась более того лейлу с когтями ты будешь перестреливать вдобавок трезубец по урону на седьмом месте а говорящий с ветром на девятом но если проблем с вражескими хиллерами нет берем говорящий с ветром предмет дает больше комфорта за счет повышения подвижности а это важно для лейлы держаться противника на расстоянии меткого выстрела если смотреть сборки топ игроков по всем стрелкам то говорящий с ветром один из самых популярных предметов на данный момент однако он тоже абсолютно заменяем как и все прочие предметы далее топ-3 по урону багровый призрак ярость берсерка клинок отчаяния это самая комфортная сборка для уничтожения живой силы противника все что не убило тебя за 2 секунды будет уничтожено если у противника есть танк который собирается в физическую защиту любой из предметов заменяем на зломный рык он тоже идеально подходит для лейлы нивелирую защиты башен а башни и трон лейла может атаковать не заходя в радиус обстрела и ты должен этим пользоваться если у противника есть убийца на вроде хаябусы или тебе нужно выиграть часть времени в неудобной перестрелки или пережить атаку роджера не стесняйся взять ветер природы и его навык тебе поможет когда на тебя ультует хаябуса либо прыгает первый навык роджер прожимаешь дополнительный навык и ты во временной неуязвимости которой хватит их перестрелять но если вот очень хочется и у противников нет жирных героев с множеством здоровья тогда бери когти хааса вместо охотника на демонов но с их приобретением можно не спешить потому что по урону когти на 12 месте вариантов я тебе накидал теперь и сам сможешь собрать себе что захочешь тактика все-таки чуток придется поговорить о навыках и их особенностях то что лейла наносит невероятный урон издали это не миф очень очень большая разница в уроне между в упор и на кромке дальности вот тебе пример со сборкой это касается не только автоатаки но и всех навыков в том числе ульты первый навык это то что придется освоить основательно он еще больше увеличивает дальность автоатаки но есть нюанс нужно в кого-то им попасть поэтому если противник в недосягаемости но не хватает пары шагов стреляешь навыком в крипа или миньона а во врага уже автоатакой у тебя есть три секунды что классно навык может критовать что не классно он не несет статусы автоатаки то есть жрут и антихил только с автоатаки вдобавок навык ускоряет перемещение лейлы поэтому советую его применять как можно чаще он топчик чуть не забыл и можно проверять кусты стреляешь и если ты получил ускорение в кустах кто то есть второй навык не такой однозначный в начале игры он весьма полезен поскольку имеет три урона по области само применение 1 подрыв заряда автоатакой или другим своим навыком 2 и подрыв меток на соседних целях 3 у навыка есть приятное свойство он накладывает замедление если противник собрался убегать жмешь второй навык володин надо мы же тоже умеем бегать володя однако навык не критуют и середине игры становится редко применяем зачем замедлять когда можно убить с ультой все проще ее развитие увеличивать дальность стрельбы используется либо как добивание либо как массовый урон в преддверии схватки далее собственно бой самое профитное направление конечно золотом особенно если тебя прикрывая танк с контролем и маской и особенно хорошо если танк не тормозит за бой этот парень показал себя очень хорошо главное во время фарма добивай миньонов последним выстрелом это даст больше опыта и золото интересное наблюдение гранды да я наигрывал сборку на грандах так вот гранды адекват не относятся к союзникам не ноют без причины а вот с эпика до мифа это кошмар когда человек имея 47 48 винрейт в ранге несет чушь в чат и руинит игру особенно если ты не выполняешь его дебиловатые хочунки например ты сносишь последнюю башню противнику твоя команда вчетвером мрут под своей башней а виновата лейла но если команда дохнется сходу и под башней единственный шанс выиграть сплит пуш так что выбор невелик кстати горите в аду лейлы которым не хватает мозгов стрелять по башне в ожидании крипов вся команда тусуется рядом прикрывает лейлу который отстает в развитии и не может ускорить процесс пуша ты часто такое видел я часто а вот к примеру бард 777 который был топ 1 мира на лейле и бруно можно ком-то еще использует любую возможность нанести урон по врагу или по башне мое уважение андрей важно не обязательно втыкать все 30 минут боя в циферке вылетающего урона ты должен одним глазом смотреть на карту и запоминать кто где светился и с какой стороны зайдет потому что ты цель номер один для убийц бойцов и магов и будет отлично если ты сделаешь первый выстрел держи максимально большую дистанцию боя но не позволяя противнику удаляться опять же старайся одновременно стоять так чтобы тебя могли прикрывать контролем твои союзники в средней игре можешь забирать красный баф лучше у противника в поздней игре забудь про других крипов лейла которая кривляется в лесу вместо пуша линии печальное зрелище при том за крипов дают меньше золото чем за пачку миньонов что в итоге лейлу хорошо усилили и я теперь не против грамотной лейлы в команде не нужно считать что если герои на автоатаке то ты можешь просто стоять и стрелять ты должен понимать какую линию защитить какую пропушить а когда за байтить противника на файт надеюсь после гайда увеличится количество грамотых лейл которые не забывают про антихил на трезубцы она это все удачных боев друг и побед это все удачных боев и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА